Дорожный беспредел стал самой скандальной темой недели. Средь бела дня в Екатеринбурге автохамы, по-другому их не назовешь, подрезали иномарку, сели в машину, угрожая водителю ножом и пистолетом. Зачинщиком оказался 19-летний Игорь Новоселов. Съемки происшествия с видеорегистратора оказались в сети и вызвали настоящий социальный взрыв. Суд принял решение об аресте разбойника с пионерки. Такое прозвище хулиган получил в интернете. Выяснилось, разбой на дороге не единственное его увлечение. Еще Новоселов любит ночью ходить за пивом с автоматом. Как всемирная паутина помогает бороться с хамством, выяснила Анастасия Павлова. Все происходящее на этих кадрах напоминает компьютерную игру GTA, где главное достать пушку, крутую тачку и уйти от копов. Причем выкинуть из-за руля авто можно любого, если хватит сил и ловкости. Кто знает, в какие стрелялки играл Игорь Новоселов. Но все, что попало под прицел видеорегистратора, отчасти напоминает сюжет компьютерной игры. Ты кому сигналишь ты, гнида? Ты кому сигналишь ты? Компания действовала четко и слаженно. Игорь вылетает из машины с пистолетом, угрожает водителю. Друзья не дремлят. Один караулит, другой помогает. Слышно, что водителю угрожают ножом. Впрочем, его пустили в ход, когда протыкали колеса Хиндая. Что творишь ты? Пара минут и от злоумышленников и след простыл. Среди, грубо говоря, белого дня здесь такая же пробка, как сейчас была. Выскакивают какие-то неадекватные люди, размашкивают пистолетом. Это что, положено, что ли, сейчас на дороге себя вести. Ладно бы вышел водитель, я бы еще мог понять, что-то произошло. Или еще. А выскакивают вообще левые какие-то трое. Начинают угрожать. Давай сейчас отъедем, будем разговаривать. Причина конфликта – якобы пострадавший подрезал ребят на девятки. И кто знает, как могла бы закончиться эта история, если бы не обычный гаджет – видеорегистратор, увидев который, автохамы поняли, что попали в кадр и тут же уехали. На следующее утро ролик появился в интернете на автофоруме. И так активно стал обсуждаться интернет-пользователями, что вместе они выработали тактику действий. Пострадавший написал заявление в полицию. Долго искать Игоря Новоселова не пришлось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершил молодой человек 1992 года рождения. Как раз в этот день беспредельщика судили по другому делу. Новоселов успел прославиться походами в магазин за пивом после 23 часов. Вообще-то в это время алкоголь не продают. Правда, если вы не угрожаете автоматом продавщицы. За это молодой человек получил 108 часов исправительных работ. Видимо, потому что деньги за спиртное он все-таки отдал, а значит, не ограбил. Кстати, вот как он вел себя при задержании. Че, эту фотомодель что ли позировать? Подними, встань так, еще что-нибудь сделай. А вот когда молодого человека задержали второй раз за нападение на водителя, он вел себя куда скромнее. От смущения даже натянул капюшон на голову и словно по воле рока судит Новоселова. Другой Новоселов. Я должен делать сообщение для прессы о том, что ни я, ни мои родственники никакого отношения к данному лицу не имеют. И говорит, это судья не случайно. В интернете уже предположили, что Игорь Новоселов родственник служителя Фемиды, поэтому ему все исходит с рук. Во всемирной паутине говорят многое, но одно понятно. Общественная огласка помогает сдвинуть дело с мертвой точки. Кроме того, те же ролики потом идут как доказательство по делу. Представлять это в любом случае можно, а вопрос именно допустимости такого доказательства будет уже решать суд. То есть он будет определять, насколько легально сделана данная запись, насколько она соответствует тому времени, допустим, когда она сделала, тому той дате. Кстати, еще один интернет-герой этой недели – житель Новоуральска. Словно крик души один форумчанин разместил в сети видео своего соседа. Мужчина терроризирует родителей интернет-пользователя уже несколько лет. Чтобы зафиксировать действия неадекватного соседа, пришлось установить видеокамеру на входную дверь. Через несколько дней после появления ролика дебошира отправили на 10 дней в изолятор временного содержания. Вот и получается. Один из действенных методов борьбы – разместить видео в сети, а уже потом идти к участковому. Если бы не ролики и, как следствие, поднятая шумиха во всемирной паутине, сосед дебошир так бы и продолжал терроризировать пенсионеров. Анастасия Павлова, Ирина Васькина, Павел Гущин и Михаил Медведев. События. Итоги недели.